Привет, друзья, подписчики и гости канала! И в продолжении темы «Живые насадки» хочу вам рассказать о дедовнике. Многие слышали неправильные слухи, многие слышали и правильные слухи. Некоторых из них, конечно, я опровергну, некоторые подтвержу. Но я думаю, вас не разочарую. Начнем с того, что такое дедовник. Это старое, скажем так, народное название «чертополоха». Иногда еще называют «большой лопух». Но, как правило, это чертополохи. Их много видов. Некоторые даже из них полезны для здоровья человека. Ну, а некоторые просто колючие. Начнем с того, что многие слышали легенды, что дедовник там лучше мотыля, репейника, чернобыльника и опарыши вместе взятые. Ну, я вас немножко разочарую. На самом деле, это самая обычная личинка долгоносика. Так называемого чернобыльника. Их много видов долгоносиков. В чем-то есть плюс, конечно, в этих наживках. Так как репейника их не выбивают птицы. Выбивают гораздо меньше. Но из-за того, что плоды тяжелые, как правило, их прижимают к земле. И они промокают, ну и, соответственно, личинки погибают. Ну, еще есть одна проблема, что сами колючки мешают доставать личинок. И гнездышки у личинок невероятно твердые. Иногда их руками просто не разломаешь. На самом деле, подвид долгоносиков, которые обитают дедовники, это определенно другой подвид. И выглядит он немножко по-другому. У них слегка черненькие головки такие. Они не как репейника, а именно прямо черное пятно такое насыщенное. И, скорее всего, из-за этого на них иногда клюет лучше, чем на остальные насадки. Но иногда, если честно, вообще не клюет. Я бы не советовал вам ее как основную насадку. Если только как антикризисную. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Всего хорошего! До встречи на рыбалке!